Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Записки» журнала «Стегеймера» и читатели одноименного блога. С вами его ведущий Александр Милошенко и 39-я часть прохождения «Assassin's Creed Syndicate», который Джейкоб Фрай заканчивает. Дела с Карлом Марксом, а именно финальный взрыв, нитроглицерин, уничтожает, не так как нужно в идеале, но все-таки это получается. На некотором мгновении мы с Карлом Марксом расстаемся, чтобы потом встретиться еще, после чего Джейкоб Фрай начинает выполнять сюжетный квест «Срочные новости». Интересные, увлекательные и довольно оригинальные. 39-я часть насыщена с шифронской страстями, взрывовыми погонями и всем тем, за что мы любим приключения. Всем приятного просмотра и до встречи в новых видео, которых должно стоить больше. Я надеюсь, а как получится, знает только время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Он предлагает невероятные суммы Алекс, я надеюсь, вы не надумали сдаться? Нет уж И мне есть чем ответить Если они станут назойливы А может оглушить врага Если нужно Они точно работают? Не совсем Я сделал три, все с разной степенью кислотности Хоть одна Дос работает? Найдём прихвастни Старика и проверим Кстати, о Старике Он опять передаёт ложную информацию Можно сломать его передатчики Его компания охраняется Бомбы, безусловно, помогут Но странно делать бомбы, которые могут и не сработать Минутку Похоже, удача сама идёт к нам в руки Боже мой Отойдите-ка Нет Давайте-ка лучше сыграем в одну лингвистическую игру Вот бомбы Полезайте на крышу Как только я назову какой-нибудь овощ Бросайте в них бомбу Ну ладно Стоп, чуть не забыл Вложите их в сапоги И тогда электричество не причинит вам никакого вреда Надеюсь Продолжение следует... Добрый день, господа Я бы предложил вам чаю, но боюсь, опаздываю Хватит любезностей Мы пришли громить твой сарай Да, бас? Где тут у тебя эта твоя телештука? Ты ж читаешь, что пишет компания Старика? Это так же ложно, как и то, что телеграфная компания Старика передаёт объективную информацию, сэр Обещание вашего хозяина пустой звук И его компания скоро превратится В тыкву! Поглядите-ка, у нас тут весельчак Я его си... Я его си... Я его си... Продолжение следует... Продолжение следует... Где тут у тебя эта твоя телештука, паня Старика? Это так же ложно, как и то, что телеграфная компания Старика передает объективную информацию, сэр. Что-что? Обещание вашего хозяина – пустой звук, и его компания скоро превратится. В тыкву! Причем тут тыквы вообще? Продолжение следует... Послушай, Белл, или буду бить, пока не побелеешь. Ух, каламбур. Прекрасная игра слов. Зря я беспокоился, что у вас вместо мозгов сушеная редиска. Белл, ты опять навонял, зараза. Это не я, бас! Прямо дух перехватило. Опять сорванцы проказничают. У нас такое постоянно. Ладно, говори, где телештуковина? Считаю до трех. До трех? Посмотрим, как у вас получится. Раз. Вы думаете, я храню его здесь? Вы видите провода? От телеграфа без провода толку, как от колокола без языка. Без языка сейчас ты будешь! Да вы покраснели, как... Помидор? Помидор? Меня шатает, бас! Это у вас шок, друг мой. Что сказал? Браво, Алекс! Спасибо, Джейкоб. Ваше присутствие придало мне мужество и решимости. Да, и остроумие. Нужны бомбы, и мы покончим с пропагандистской машиной Старика. Идемте, времени мало. Времени мало. Чем дольше мы не даем Старику распространять свою ложь? Матушка говорит, что кто-то из ее соседок верит в чудодейственность сиропа. И я решил пойти и рассказать им всю правду об этом гадком веществе. Молодец, Алекс. Но нельзя же обойти абсолютно всех. Да, не везде меня были рады видеть. Победить ложь так же сложно, как научить хорошим манерам торговку рыбой. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Или крыс в хладе. Но если мы устраним источник этой заразы, постепенно правда восторжествует, и город очистится от этих фальшивых лекарств. Молодец. Тормози! Что ж за дело, мы на месте. Мы должны пробраться незамеченными. Я разберусь с охраной, а вы внутрь. Я уничтожу все три части передатчика. От него будет проку, как от шпингалета в бане. Тихо! Ну давай. Тихо! 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 Я тебе язык, Лэвел! Ну, отлично, ты отсюда, да? Прекрасное устройство. Жаль, его всквернили продажные умы. Ну что ж, надеюсь, охрана сюда не зайдет. Ну рады. Это становится, мягко говоря... Получилось. Здесь нужно перейти. Вот радость-то. Сдохла только. Это же так. Это становится, мягко говоря, рискованным. Черт! О, боже, я так и знал! Черт! Ты больше не уйдешь! Весьма опасно! Тут малость посложнее, но я его вытащил, как дантист, гнилой зуб. Вот. Теперь следующий, Алис. Сдохла, тварь, наконец. Это становится, мягко говоря, рискованным. Алис. 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 Боже, я так и знал! Алис. Лотан! Весьма опасно! Терези-терези. Живай! Девушки отдыхают... Девушки отдыхают К тому же, мои маленькие устройства вполне могут меня защитить Если найдется свободная минутка, заходите Давай, пошла! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 Продолжение следует...